Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречаемся с мужчиной год. Окей, что между вами общего, что вас объединяет, что вас связывает, как вы познакомились, чем он вас привлекает, чем вы его? Начали вместе жить у меня от первого брака ребенок. Вот непонятно, вы начали жить вместе у вас или у вас от первого брака ребенок. Опять же, как вы пришли к тому, чтобы жить вместе? Как это решение было принято? Что это значит для вас, что это значит для вашего мужчины? То есть у вас ребенок от первого брака означает, что первый брак распался. Соответственно, к распаду первого брака, точнее вот, да, или у вас еще один брак был, не знаю, ну короче. То есть у вас первый брак распался свидетельствует о том, что есть какие-то паттерны вашего поведения, которые привели к тому, чтобы распался. И эти же самые паттерны поведения на данный момент оказывают влияние и на ваши отношения. У них отношения хорошие, то есть у ребенка и у мужчины. Случилась такая ситуация, ребенок не случился неоднократно. А вот, как бы, ну, мотив, да, вот какой мотив у ребенка случится? Вот как вы себе это объясняете, как вы объясняете ребенку? Дело в том, что после школы идет к подручке, сидит там допоздняя, не раз разговаривали по этому поводу, обещала так не делать. Ну, может быть, сначала имелось бы смысл узнать у ребенка, чем вызвана такая реакция. А вам как-то достаточно от того, что, ну, что вы требуетесь, вас она так больше не делает. То есть вы не пытаетесь понять своего ребенка, да, а вы пытаетесь ему запретить. Не понимая при этом, что для него значит, как бы, поход и сидение у подружки. Вот. Плюс, когда звоните, я отключаю телефон. А зачем звонить? То есть, для чего? Опять же, ну, вряд ли для того, чтобы сказать, что я тебя люблю. И вряд ли, если сказать, вряд ли для того, чтобы сказать, слушай, как бы, я беспокоюсь за тебя. Да? Просто. У тебя все хорошо. После очередного непослушания я решила привлечить ремень. Ну, вот, как бы, да, принимая во внимание все, что я сказал до этого, и, как бы, то, что вы пишете сейчас, это обессильно. То есть у вас обессильно. Ну, вот. Два раза, значит, шлепнула, сказала, чтобы вещи собирала, раз и по ручке лучше, чтобы шла туда жить. Ну, тут я бы сказал, какая-то прямо злость очень сильная на ребенка, а вот. То есть это уже ваша злость и прямо агрессия. Вряд ли, конечно, ребенок ее вызывает, но причину агрессии было бы неплохо выяснить. Дочь вещи собрала, в коридоре поплакала по стелу, а потом я ей сказал, ложись спать. Ну, опять же, да, как бы, то есть, довели ребенка до слез. Зачем, для чего? Ну, сама просто, сам подход проучить, да, он, ну, неэффективен. Мой мужчина на следующий день сказал, что он в щеке от этой ситуации, что его пару дней не будет. От чего именно в щеке ваш мужчина? От чего? От непослушания или от ваших действий. Прошло шесть дней с того момента, как он уехал, за все это время меня общались. Почему? Он вам не писал, мне не писали. Дабы прояснить ситуацию в отношениях, я первая позвонила. А какую именно ситуацию в отношениях вы хотели прояснить? Значит, позвонил я в разговоре, он пояснил, что ему нужно было мысли погонять, нам нужно встретиться и поговорить. Договорились, что в этот же день встретимся для разговора. Так как через два дня я должна была ехать в командировку. Ну, вот странно, вы можете уехать в командировку, получается, оставив ребенка одного и при этом посидеть допоздна у подруги волчимой ребенку нельзя. Вечером он позвонил и сообщил, что вдруг попал в беду, машина заглохла, во сколько освободится он не знает, сказал, что он отвечает или позвонит. Как вы на это отреагировали? Какую реакцию вы ему дали? Звонка я не дождалась, с утром следующего дня я увидел, что не звонка, неизвестно написал. А вы ждали? Что для вас это значит, что он не написал? Я, соответственно, тоже не стал проявлять инициативу. А почему? Ну, то есть, из какого числа? Из чувства обиды? Уехала в командировку. После пяти дней молчания от него присылает смс с вопросом, когда я приеду. Я не ответил на его вопрос, на баф, для чего он интересуется. Вот знаете, как бы, да, ребенку вы проучаете и на человека нападаете, не отвечаете на вопрос. Вот как будто у вас очень много тревожности и агрессии здесь. Ну, вот, как бы, с этим нужно работать. Да, при этом, то, что вы обещаетесь, это нормально абсолютно, но это немножко другая история. Он пояснил для разговора и что его вот это поведение от того, что он не может дать никакого понимания моим действиям. На что я ответил, что нам не о чем разговаривать, он все с моим поступком и сказал. Да, то есть, вы как-то вот опять же здесь не комментируете свои действия, не даете мужчине то, что он хочет и услышит, как-то нападаете и чего-то требуется. Вот. Какими действиями и что конкретно мужчина сказал. Он ответил, что ему нужно передать мне ключи и еще пару вещей. На это смс я не ответил. Почему? Почему? Прошло уже около месяца, он не пишет и не звонит ключи, не приводит, чтобы отдать и вещи свои не забирает. Я в непонимании как себя вести и как поступить, но как себя вести и как поступить, чтобы что? Цель какая? Отношения наладить с мужчиной, с дочерью, с собой или просто чтобы ключи вам завезли? А если завезли ключи, то для чего? Вы не доверяете человеку, боитесь, вот. Вам его вещи напоминают, ну, что-то такое вот, да, не очень может быть приятно. Что? Дальше вы пишите, прошу помощи разобраться. Да, как вы это видите? Как вы видите, вот, ну вот, разобраться, как это, вот, как вы видите этот процесс? Вот. На этом все. Удачи вам, всего самого доброго. Да, я бы все-таки сказал, что вам нужна психотерапия, потому что вот, прям вот ощущение, что вы в очень большом напряжении. Ощущение, что вы чувствуете свое бессилие и как-то вот очень страшитесь этого. Удачи вам. Продолжение следует...